друзья всех приветствую на своем канале сегодня я расскажу о своей фитонии и как я ухаживаю за ней оставайтесь со мной и приступим и так где-то полгода назад может чуть больше я приобрела фитонию меня покорили ее листы во первых они такие жестковатые назвала и необычной раскраски вот такой розово-зеленого даже камера не передает они такие прямо пурпурные я бы назвала и с обеих сторон они такие яркие и рисунок как будто выпуклый сразу когда я покупала я ничего о ней не знала при пришла домой и начала изучать информацию оказалось что фитония прямо очень капризные растения требующие внимания ухода и так далее но почему-то я не скажем так побоялась этого думаю ну посмотрим как она будет у меня расти и как оказалось совсем не так как все описывают и рассказываю начну с того что целое лето фитония у меня была на южном окне то есть под прямыми солнечными лучами ничего с ней не случилось единственное что вы смотрите сейчас осенью если вот листы такие уже более зелено-розовые то летом вот они были более такие розовые то есть более однотонные которые вот попали на солнышке они были не такие как бы ярко выраженным они были как бы так не сильно выраженный вот этот яркий цвет вот видите вот листы более розовенькие а эти сейчас растут уже более таким зелененьким ничего с ней не случилось это раз во-вторых говорят что фитония любит высокую влажность да действительно она любит влажность она у меня на кухне но сказать что я ее опрыскиваю каждый день нет я опрыскиваю тогда когда опрыскиваю все остальные растения то есть особо над ней я не трушусь полив за счет того что корни у фитонии маленькие тоненькие и в основном поверхностные я ее посадила вот в такой вазон вот такой то есть широкий но узкий так чтобы корни не загнивали потому что если вазон будет сильно высокий то на дне будет собираться конечно влага а сверху она будет присыхать и в итоге корни загниют за счет того что вот такой вазончик до широкий и маленький естественно фитония в летнее время требует чтобы ее поливали каждый день в осеннее время сейчас я поливаю раз в несколько дней то есть это два-три раза в неделю смотря ну по состоянию то есть где она у вас находится тепло в доме или холодно ну то есть смотрим по своему цветку и третьим еще моментом то что я хотела сказать так как она у меня находилась на солнечной стороне летом и какой-то период времени я отсутствовала дома никто мою фитонию не поливал а она влагу любит она у меня полностью завяла то есть листья сначала упал видимо тургор и потом стало просто вялая вялая ощущение что она высохла я когда увидела такое дело очень расстроилась подумала что все уже потеряла свою красотку я ее обильно полила и к моему удивлению фитония ожила поэтому после такой засухи после такого контраста я могу сказать что фитонии абсолютно не капризное растение поскольку если с другими цветами так произойдет что они станут вот прямо вялые такие да как чуть не высохший букет скажем так то вряд ли вы сможете их реабилитировать а тут вот на прямо жила и как видите даже цветет да конечно бутоны незрачные ничего прям сверхъестественного в этом нет но сам факт что фитония цветет для меня тоже оказалось как бы в новинку вот и тут бутоны зелененькие потом не смотрела в разных источниках из этих зеленых еще такие мелкие бывают беленькие цветочки вот прям бутоны везде 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 вот и тут есть маленькие пускают не тут и получается вот такой красивый кустик так как фитония любит высокую влажность и часто хочет чтобы ее опрыскивали я думаю что я пару черенков отсюда отрежу потому что она размножается черенками и посажу вместе с кротоном думаю кротон с фитонией как раз кротон растет вверх фитония в основном покрывает земляной ком скажем так и будет отличное сочетание по уходу и по виду то есть вазон будет гармонично смотреться в целом и так друзья ничего сложного как видите в этом не для фитония самое главное вовремя ее полить по необходимости по возможности я бы так назвала опрыскивать яркий свет и вазон не сильно глубокий а наоборот широкий на этом все подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем хороших растюшек и до новых встреч пока пока пока